Рано или поздно каждый из нас сталкивается с трудовыми отношениями. Что такое трудовой договор, какие гарантии дает этот документ. Сегодня мы попытаемся в нашей студии максимально ответить на все эти вопросы. И нам поможет разобраться в этом Евгения Георгиевна Кордополова, главный государственный инспектор труда по правовым вопросам. Доброе утро. Так какие же документы необходимы, чтобы заключить трудовой договор? В первую очередь при предоставлении документов необходимо паспорт предоставлять работодателю. Далее справка о судимости или отсутствии уголовного преследования. Трудовая книжка. В первую очередь, если стажа у работника нет, соответственно, трудовая книжка заводится по месту работы. Далее страховое свидетельство, так называемый СНИЛС. И диплом, подтверждающий квалификацию работника. Могут быть и иные документы, но это связано только со спецификой работы. Иные документы не предоставляются, так как это запрещено федеральным законодательством. А вот периодически на практике встречается то, что новый работодатель требует характеристику с предыдущего места работы? Нет. Такие характеристики не предоставляются и не требуются. То есть это не обязательный документ? Нет, это не обязательное условие. На какой срок вообще может быть заключен трудовой договор? Трудовой договор может быть как на неопределенный срок, так и на определенный срок, который заключается не более пяти лет у него. Если в трудовом договоре отсутствует срок, соответственно, этот договор признается бессрочным. Если по истечению срока ни одна из сторон не попросила расторжения такого трудового договора, соответственно, он также перетекает автоматически на неопределенный срок. А что если вообще не заключать трудовой договор? Какие последствия? А это в первую очередь заработная плата, отпуска, да, хотя бы тот же самый проезд в отпуск, а работник этого ничего не получит, соответственно. Ну вот прошло три дня, работодатель не заключил трудовой договор, то есть мы к нему приходим, просим заключить, выдать нам наш второй оригинал, я так понимаю, не копию ни в коем случае, и он уклоняется, как быть, куда может быть обратиться, как на него воздействовать? У работника есть два пути. Первое, значит, это в судебном порядке, и во втором случае можно писать заявление к нам в инспекцию труда. Но есть, к сожалению, определенные нюансы, которые предусмотрены действующим трудовым законодательством. Если работник продолжает осуществлять свою трудовую деятельность у этого работодателя, то есть не планирует куда-либо уходить, есть и есть какие-то подтверждающие документы, что он действительно там находился, то тогда да, мы сможем как-то помочь воздействовать на работодателя путем вынесения предписания, да, обязать работодателя заключить такой трудовой договор. Но, к сожалению, на практике бывает так, что ничего, никаких подтверждающих документов у него нет. И, соответственно, ему приходится доказывать вот этот факт трудовых отношений в судебном порядке. То есть путем привлечения свидетелей, может быть, еще какие-то документы остались, подписи. Но вот, к сожалению, только в суде. Имеет ли право работодатель уволить своего работника, если, допустим, трудовой договор заключен на год, раньше вот этого срока? И имеет ли право? Да, имеет право, но только в том случае, если в трудовом договоре прописано условие испытательного срока. То есть испытательный срок не должен превышать трех месяцев. И если при неудовлетворительном результате вот этого испытания работодатель может уволить уведомость работника за три дня, но обязательно с указанием причины, что же послужило вот именно этому увольнению. И если работник не согласен с данной формулировкой, то, соответственно, он это увольнение может обжаловать в судебном порядке и восстановиться на работу. Но если нарушен порядок такой, если вот работодатель в течение за три дня не уведомил, да, и тем более не указал, почему, то работник может смело восстановиться в судебном порядке на работу. А вот испытательный срок, он назначается всем гражданам, то есть несовершеннолетним, то есть не имеет значения? Нет, нет, есть ограничения. Испытательный срок не устанавливается беременным женщинам или женщинам, которые находятся по уходу за ребенком до полутора лет. Несовершеннолетним гражданам не устанавливаются. Если работник переводом оформлен у работодателя, далее, значит, по совместительству, если его переходит, да, работник, соответственно, тоже испытательный срок не назначается. Вот мы заговорили про беременных женщин. Вот объявление в газете требуется, там, работник приходит, беременная женщина, ну, они видят, либо она сама говорит, что я беременна, там, может быть, срок маленький, да, и ей отказывают. Ну, не ссылаясь на эту причину, конечно, да, само собой, но подразумевая, скорее всего, в уме, что зачем нам беременная женщина потом платить пособия различные. Законно ли это вообще? И как, опять же, попытаться отстоять права от беременной женщины? Ну, как отстоять? Во-первых, это запрет, да, то, что работодатель в любом случае должен принять на работу беременную женщину. Но есть у нас такое понятие, как дискриминация, которая регулируется статьей 3 Трудового кодекса. Поэтому, если человек понимает, что тут присутствуют какие-то дискриминационные факторы, то также может обжаловать это в судебном порядке. Гражданско-правовой договор и трудовой договор, в чем разница между ними? Гражданско-правовой договор, тут даже вот из самого слова, да, ключевое, он подчиняется гражданскому законодательству. То есть на него действуют именно нормы гражданского кодекса. То есть одна сторона оказывает услуги, а вторая сторона их оплачивает. И, к сожалению, у нас на практике очень часто бывает, что работодатели заключают такие договора, но признание этих трудовых отношений, опять же, осуществляется только в судебном порядке. Большое спасибо.